Меня зовут Слободан Иванович, прибыл в Россию в августе 96-го года. Моя специальность – инженер-строитель. Меня тогда пригласили на должность руководителя проекта. Работая, впитывая силу этой большой страны, Россия потихоньку забирала часть моей души и сердца. Где-то на середине 2005 года уже начал писать миниатурные рассказы, а потом стихотворения. У меня так и попадали, и до сих пор попадают книги таких великанов, как Иван Бунин, набиловский лауреат из Воронежа, который в одном отрывке стихотворения «Одиночество» говорит, что же, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить. Потом читал очень много Николая Глазского. Читая его стихотворение, я понял, что с очень малого слова можно выразить самые глубокие чувства. Прошедшее прошло и миновало, оно уже не вернется никогда. Но для меня не все еще пропало. Пропали лишь в минувшие годы. Тоже читал очень много Эдуарда Осадова. Как мало их, с кем можно, не мудря, с кем и печаль, и радость пригубили. Возможно, только им благодаря мне этот мир изменчивый любили. Как много тех, с кем можно лечь постель, как мало тех, с кем хочется проснуться. Тоже мне очень нравится Александр Блок, который пишет «Ты знаешь ли, какая малость, та человеческая ложь, та грустная земная жалость, что дикой стрясти ты зовешь?» Тючев, который пишет своей жене Элеоноре. Твой милый образ незабываемый. Он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда. Потом Константин Семенов, он вообще волшебник. «Жди меня», он когда написал, я вообще в восторге. «Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». Потом Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Сергей Есенин, Пабло Меруда, Жак Превер, Кете, Байрон, Алекс Ашантич из Сербов, Десенко Максимович, Мирослав Ампич. Я очень благодарен Господу, что мне подарил возможность сначала видит, а потом чувствует слова. Вид свидетелем одного отрывка времени. Трудно сказать, почему начал писать стихи. Это чувство, когда тебе говорят «возьми и пиши». Это, наверное, свиши. Каждое мое стихотворение – это картина настоящей и реальной жизни. В моих маленьких картинах, стихах, помещаются и живут люди, которые я встретил. В метро, на стройплощадке, ну, в жизни. И все эти рассказы, которые они мне говорили, я их просто зафиксировал в моих стихах. Я хочу сделать этот мир лучше, без напряга. И мне, конечно, дорого, когда человек до 40 лет не говорит. Ты знаешь, Слободан Иванович, что твою книгу только я прочитал в твою жизнь. Не одну другую, только мою. И потому я продолжаю писать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok